Бомба замедленного действия. Так жители Малинового озера прозвали своего ядовитого соседа. Шпалопропиточный завод, расположенный рядом с посёлком. Запах, который присутствует постоянно на территории нашего посёлка. Сразу проникает в носоглотку, в гортань и постоянное першение в организме. Завод открылся в 2003 году. Сразу же жители стали жаловаться на едкую вонь, схожую с дымом. Так пахнет каменноугольное масло, антисептик бруса. Это съёмка 2008 года. А жить-то хочется. Жить-то хочется. Мы же все люди. Неужели воздух и то у нас можно отобрать? Тогда на территории предприятия работали четыре открытые ванны для пропитки шпал. Сейчас их уже восемь. В прошлой осени сельчане перешли к решительным действиям и направили письма во все возможные инстанции. Даже президенту. Когда они организовали шпалопропитку, в двухстах метрах от этой шпалопропитки школа находилась. Стали родители замечать, дети стали в обмороке падать. Тошнота, рвота и всё. И больница, тут всё. Подняли вопрос. Они убрали школу. У нас увеличивалось количество вызовов по скорой помощи. Это было обусловлено тем, что люди испытывали чувство нехватки воздуха, головные боли, тошнота. КПД 10 лет таков. Рост заболеваний дыхательных путей, сосудов и онкологии. Потенциальный защитник Росприроднадзор бессилен. Выбросы на источниках не превышают допустимых пределов. Соблюдены и нормы СанПИНА. Завод расположен в 300 метрах от жилой зоны. А вот у Роспотребнадзора претензии всё же есть. Мы выявили в 2015 году, в октябре 2015 года, превышение по бензолу, фенолу и нафталину в атмосферном воздухе населённого пункта. Это при проведении мониторинговых мероприятий, то есть когда предприятие не было предупреждено. Сейчас предприятию грозит штраф 10 тысяч рублей и разбирательство. Вину руководителям шпалопропитки вменяют загрязнение воздуха и проект санитарно-защитной зоны, которого нет и никогда не было. В разговоре по телефону представитель шпалопропиточного завода сетует на безысходность. Якобы антисептик, на запах которого и жалуются жители, единственный соответствует ГОСТу. Чем закончится многолетняя тяжба, возможно, прояснится 26 января, когда начнётся рассмотрение дела. Требование у жителей посёлка одно – дышать полной грудью. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости.